Против строительства торгового центра выступают жители дома, расположенного в центре Хабаровска. Здание планируют возвести на пересечении улицы Волочаевска и Муравьево-Амурского. В течение 10 лет жители пытаются доказать, что участок под строительство был выделен незаконно. Сегодня на месте предполагаемой стройки побывал губернатор. Подробности в репортаже Ксении Брониславской. Им надо было строить только вот там, по Волочаевской, где два дома. Они отхватили все, что можно. Жильцы дома на перекрестке Волочаевской и Муравьево-Амурского на протяжении 10 лет требуют вернуть им двор. Сначала под их окнами появился бетонный забор. Затем стало известно, что на этом участке появится торговый центр. По мнению жильцов, слишком близко к их дому. Люди стали обращаться во все властные структуры. Но везде им заявляли, стройка узаконена. Архитектура отвечала, разрешение не выдано, проекта нет. И нас водили за нос, обманывали. Время тянули, понимаете. А застройщик этим в это время делал проект. А он уже разрешение получил. А разрешение задним числом. Месяц назад жильцы пришли на личный прием к Сергею Фургалу. Губернатор пообещал разобраться на месте. Сегодня на спорном участке собрались все заинтересованные стороны. В том числе представители застройщика и городской администрации, которая выдала разрешение на строительство. Кто предоставлял? Неизвестно. Кто это предоставлял? Как это вообще возможно было? Это предоставлялось с учетом того, чтобы застройщик за свой счет благоустроил территорию для жильцов. Никогда застройщикам и жильцов спросили, а не хотят, чтобы благоустроили территорию. Планы застройщика менялись несколько раз. Изначально на этом месте собирались строить торговый центр с суперсовременным кинотеатром. Теперь речь идет о культурно-бытовом центре в три этажа. Что будет внутри, инвесторы пока не определились. Но обещают территорию рядом с объектом благоустроить. После строительства мы предлагаем оставить пятно зданий только за собой. Остальную часть, вот эту часть благоустроить в виде спортивной детской площадок для жильцов. Впрочем, таким заявлением жильцы не верят. Они считают, что к жилым домам не будет проезда. А мусорные баки поставят под окна. Слушайте, вы сказки здесь не рассказываете. Что значит, что внутри здания торгового центра будут стоять мусорные баки? С четырех домов будут приносить туда, скидывать мусор, что ли? Из внешней стороны, да, проектом предусмотрено. Это как? Сергей Фургал заявил, что в течение недели будет принято решение о дальнейшей судьбе стройки. В правительстве края проведут заседание с участием инвестора и городской администрации. Ксения Брониславская, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния».